Итак, здравствуйте, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. 29 числа августа месяца этого года открылся новый проект, который, как вы можете заметить, называется Apollon Roleplay. Располагается же данный проект на базе Arma 3 и стоит на карте Altis. Я побывал уже на этом проекте, потратил какое-то время на то, чтобы его исследовать, и вот своими впечатлениями про этот проект мне бы и хотелось с вами поделиться. Ну и давайте уже зайдем на сам проект. Как всегда, нас встречает меню входа в игру. Здесь ничего интересного и удивительного мы, конечно же, не увидим, за исключением того, что сразу же бросается в глаза карта с какими-то нестандартными, но, на мой взгляд, очень интересными иконками. Ну, чуть-чуть позже мы попробуем разобрать карту чуть поподробнее. Но вообще, визуально мне карта очень понравилась. Да, она не какая-то из ряда вон выходящая, в общем-то, это стандартная карта, как видите, белые надписи, которые достаточно плохо на самом деле читаются, но к этому мы вернемся чуть позже. Ну, а пока заходим в саму игру. Ну и вот перед вами точка появления на этой карте. Она всегда одна и та же, все появляются вот в этой вот сыраюшке. Далее мы видим изменения, которым подверглась сама Ковалы, ну и, в общем-то, не сама Ковалы, а центр Ковалы. Вот такие вот панорамки нас встречают. Выглядит все очень, так я бы сказал, симпатично и эстетично. Много изменений, много изменений. И пока я был на этой карте, надо сказать, что изменения подвергаются, ну, чуть ли не каждое обновление. Так, например, здесь стоит синенький магазинчик, вот этот вот. На данный момент его уже нету. То есть, постоянно с картой и с балансом картой работают разработчики, поэтому постоянно что-то добавляется, убирается или переделывается. Проект не стоит, он не мертвый, он постоянно обновляется. И, в целом, проект мне понравился, если говорить о нем в целом. Есть у него и свои какие-то интересные характеристики у этого проекта. И одна из важнейших характеристик этого проекта, это то, что здесь очень стабильный FPS. Как вы можете заметить, что центр Ковалы изменен, ну, максимально. Много чего переделано, много всяких объектов добавлено. Но, несмотря на все это, FPS очень-очень стабильный и достаточно высокий. Что свидетельствует нам, в общем-то, о хорошей, достойной оптимизации. И вот, несмотря на то, что я начал разговор про этот проект, в общем-то, с такой оптимистической ноты, с добрых слов, не ждите от него, что это какой-то прорыв в направлении ролеплей на базе ARMA. Нет, это обычный проект, со всеми теми же характеристиками, механиками, в общем-то, которые мы уже привыкли наблюдать. Но, тем не менее, этот проект не лишен своей какой-то индивидуальности. Ну, давайте обо всем по порядку. И начнем, как всегда, с магазинов. Первый магазин, который мне понравился, это вот аренда велосипедов. И тут у меня есть придирка к тому, как выполнены продавцы. Не самые красивые боты. Тем более, что вот сейчас вы можете посмотреть, как я показывал на одном из проектов, выглядят боты там. Ну, и вот этот самый магазин внутри. В чем же его отличие? Отличие в том, что сюда вынесена не только аренда велосипедов, которые мы сейчас увидим, но и еще мотокостюмы и шлемы. То, что обычно на проектах мы видим в одном и том же магазине, просто вот эти комплекты, вернее, вставляются отдельно в шапки, отдельно в одежду. И там на самом конце обычно они бывают. Здесь же нет. Здесь просто взяли и вынесли это все в отдельный магазинчик. То есть, если вы захотите приобрести себе велосипед или мотоцикл, то приобретать для него амуницию вам нужно будет вот в этом вот магазинчике. В общем-то вот. Ну, и еще вот этот вот мод с велосипедами. Да, со стороны кажется, что это идет человек-инвалидное кресло. Нет, это велосипед, который можно использовать. Да, крутим колесико, выбираем раскрыть его и все, и вы можете кататься на этом велосипеде. Совсем другой аспект, что это мало кому интересно. Как я уже не раз говорил, физика двухколесного транспорта в арме, ну, такая себе. Поэтому не каждому это нравится. Ну, идем дальше к магазинам. Как видим, загораются таблички с их принадлежностью. И вот тут другой косяк. Все боты в этих магазинах стоят очень криво. Как видите, этот слишком глубоко утоплен. Такой стоит карлик. Ну, этот косячок с карликом тут же компенсируется тем, что мы видим в магазине. А в магазине действительно огромное количество одежды. Она всякая разная. Есть и стандартная, то, что мы уже привыкли. Есть и какие-то уникальные вещи. В дальнейшем мы это еще увидим. Есть женская одежда. Но отдельно хотелось бы сказать про рюкзаки на этом проекте. Разработчику тоже уже надоела вот эта вот картина, когда бегает целая ковала людей и все с рюкзаками. Поэтому он пытается перейти на более маленькие рюкзаки, но с повышенной вместимостью. Так, например, появляясь на проекте, у вас будет поясная сумка. Которая, в общем-то, уже неплохой гаджет для того, чтобы начинать какую-то деятельность. В принципе, рюкзак уже можно не покупать. И таким образом, разработчик хочет ввести маленькие аккуратненькие сумочки. Какие-то поясные, какие-то наплечные, небольшого размера. И я, кстати говоря, тоже в этом магазине выбрал себе небольшую сумочку, симпатичную. И она была достаточно вместимая. Просто таким вот образом, автор хочет отойти от стереотипов с рюкзаками. И дать игрокам возможность ходить с небольшими, невзрачными и не бросающимися в глаза сумками. На мой взгляд, хорошее решение. И я его полностью поддерживаю. Чего не могу сказать про V-подежду, которая представлена на этом проекте. Как я и сказал, ее очень много. И она действительно иногда уникальная. Но так, например, можно выбрать скин голой женщины. Но это не самый интересный из скинов, которые здесь представлены. В основном здесь кукольные маски, Микки Маусы, Ширеки, какие-то Саб-Зиро и тому подобное. И, в общем-то, я не против подобных скинов. Но при этом всем проект получает какое-то гротескное направление. И картинка в целом, когда люди начинают этим злоупотреблять, одевать всевозможные яркие маски. Получается какой-то абсурд на проекте. И выглядит это все достаточно комично. То есть, что я хочу сказать, что проект теряет какую-то долю серьезности. Поэтому не знаю, кто к этому относится. Но мне, например, не очень нравится, когда в свободном доступе есть какие-то вот эти комичные маски, комичные наряды. Я такое видел один раз на проекте. Он назывался Новус. Это было давно. Туда ввели вот это большое количество всевозможных нарядов разноцветных. И все превратилось в какое-то напоминание цирка. Поэтому я, например, не сторонник. Когда есть большой выбор какой-то комичной одежды. Неинтересной с точки зрения роли плей, но интересной с точки зрения визуализации. Да, это красиво, это ярко. Но это как-то прибавляет проекту какой-то легкомысленности и несерьезности. Я бы, наверное, сказал вот так. Ну, это мое мнение. Как я обычно и говорю. У каждого есть в армии свое мнение. И каждый в армии видит что-то свое. И в этом, наверное, арма и хороша. Ну, я бы, например, выдавал подобную одежду, приурочив ее к какому-то ивенту. Ну, скажем, например, праздник Хэллоуин. И раздать игрокам проекта подобную одежду. Чтоб они в эти праздничные дни ходили яркие, разноцветные, в разных масках. Ну, а вот так вот в общем доступе и каждодневно я считаю, что это все-таки немножко лишнее на проекте. Ну, это мое мнение. Ну, а что вы думаете по поводу такой вот разноцветной и комичной одежды? Пишите в комментариях. Обязательно почитаю. Ну, а вот та самая одежда, в общем-то, которую я хотел показать. Как и сказал, одежды очень много, поэтому кручу ее быстро. Ее действительно огромное количество. Если на ней заострять внимание и смотреть ее в медленном режиме, то уйдет очень много времени. Поэтому будем с этим закругляться. И переходим в следующий магазин. А он, как видите, универмаг. И тут опять бросается в глаза какая-то ненормальная высота этого бота. Что-то с ним опять не так. Заходим сзади и понимаем, что как и в первом магазине, он опять поставлен не на свое место. Первый бот был утоплен, этот наоборот подвешен. Вот какая-то проблема здесь с ботами. И они очень некрасивые. Ну, а сам магазин вы видите. И мне очень понравилось, что здесь есть в продаже видеокамера, которую я не видел ни на одном проекте. И фотокамера. Это для того, чтобы вы могли работать с сотрудником агентства новостей. А лицензия для работы в агентстве новостей продается в магазине лицензий. То есть вам не надо идти на сайт, проситься в эту службу. Просто идем, покупаем лицензию, покупаем вот здесь вот оборудование. И все. Вы сотрудник новостного агентства. Я первый раз такое встречаю. Обычно это делается все через сайт. Здесь же все интегрировано в саму игру. Кстати говоря, точно так же здесь интегрирована и работа таксиста. Вы так же покупаете лицензию, идете на автобазу такси, берете машину и работаете. Идти на сайт, писать администрации, ничего этого не нужно. После покупки лицензии журналиста или таксиста у вас в паспорте автоматически в скобочках будет отмечаться ваша профессия. Тоже можно увидеть и в настройках вашего паспорта. Кстати, вот так вот выглядит планшет. Планшет очень интересный такой, старого образца, но как видите, такой перелопаченный. Есть много настройок. Кстати, есть настройка, видите, написано. Выбираем планшет белый. Но какой-то он не очень белый. Но, кстати, еще говоря про планшет, надо сказать, что в разработке уже есть новая версия планшета. И в ближайшее время данный планшет покинет этот проект и его заменит новая версия. Но пока мы пользуемся вот таким. Как видите, есть настройки, но на предыдущем своем проекте, не помню, как он назывался, я показывал, что там гораздо больше расширенной настройки. Там и паспорт настраивается отдельно, и сам планшет настраивается отдельно. Но, в общем-то, и здесь тоже присутствуют определенные настроечки. И давайте по ночной кавале проследуем к следующей точке. А это будет у нас магазин автомобильной техники. Про это надо тоже сказать, что, во-первых, мне очень понравилось путешествовать именно по ночной кавале. Как видите, здесь есть такая вот подсветочка, она везде разная, она разбросана, в общем-то, по всей карте. Подсвечивается, все очень красиво. Город ночью смотрится, ну, вообще по-другому. А магазинов автотехники здесь несколько. Мы сейчас посмотрим простую технику. Есть еще магазин элитной техники, и есть магазин спорткаров, и есть магазин вип-техники. В общем, автомобилей на проекте, ну, просто огромнейшее количество. И, наверное, этот проект может посоревноваться с таким титаном в сфере накачанного транспорта, как проект Иркутск-38. Я его показывал, вот по этой ссылочке можете посмотреть обзор, сколько я там показывал техники. Я думаю, что вот на этом проекте ее, ну, как минимум не меньше. Поэтому вот, мы посмотрим только вот этот магазин и магазин грузовиков. Потому что, ну, действительно, очень много техники. Я помню, как на Иркутске я на этом заострил внимание, и у меня обзор занял там, по-моему, аж два часа. Поэтому мы быстренько прокручиваем остальную технику, если кому-то интересно. Ну, заходите, посмотрите, приобретите. Надо сказать, что вип-ку дается сразу же после посещения. Заходите на проект, после вашего перезахода на проект, у вас автоматически появится вип-ка четвертого уровня, которая позволит вам как смотреть, так и покупать всю технику, которая есть на этом проекте. А ее действительно, повторюсь, очень и очень много. Техника интересная и красивая. Но чтобы посмотреть какой-то еще транспорт и приобрести что-то себе, нужно заработать. А тут надо касаться экономики этого проекта и начать какую-то трудовую деятельность, чтобы заработать себе начальный капитал. Здесь единственная работа – это дичи. И вот как я говорил, да, о комичности проекта и о том, как это выглядит, да, вот посмотрите, как выглядит форма сотрудника DHL. Решайте сами, нравится вам или нет. У каждого, наверное, будет по этому поводу свое мнение. Ну, мне, например, кажется, что когда на проекте вот такая вот, как я уже и говорил, одежда в свободном доступе, и когда вот этому возможно пользоваться, проект становится каким-то, ну, не очень серьезным. Ну, если в частности говорить о костюме работника DHL, то я допускаю. Вот такую долю ироничности я допускаю. Пускай у сотрудников DHL будут вот такие вот смешные костюмы Шреков. Но представьте, что такой сотрудник Шрек приезжает в Ковалу после трудовой смены, а там уже бегает Микки Маус, Саб-Зиро и еще там ряд каких-то клоунов. И это все будет выглядеть как какой-то гротеск. Это будет выглядеть абсурдно, некрасиво и комично. Поэтому я считаю, что много вот этой вот смешной кукольной одежды на проекте это ни к чему хорошему не приведет. Но это мое мнение. Ну, и возвращаемся к первоначальной работе, которую сейчас перед вашими глазами. Да, на этом проекте она всего лишь одна. Это сотрудник почтовой службы DHL. В общем-то, есть еще сбор плодово-овощных культур, но этим предпочитают не заниматься, потому что очень скучно и дешево. Работа DHL здесь выполнена достаточно прилично. И заработки, которые прописаны нынешней экономикой, экономика этого проекта, в общем-то, достойны. Надо сказать, что по экономике вопросов в принципе нет. Есть небольшие недочеты, которые потом мы, может быть, упомянем. Но пока, зарабатывая на этой машине, мне все нравилось. К тому же, разговаривая с одним из администраторов этого проекта, я услышал, что скоро эту машину заменят на совсем другую. Естественно, что функционально это будет все та же почтовая служба, но визуально и по характеристикам она будет в корне отличаться. Ну, надо дождаться этого момента. А пока ездим на стандартном DHL. Ну и вот подъезжаем к тому самому мною ненавистному блокпосту. Как видите, здесь, хоть и нет ни одного мента, но все шлагбаумы подняты. Это сделано на самом деле специально, чтобы сами игроки не выходили и не поднимали шлагбаумы, не тратили на это время. Это я узнал в последствии от тоже одного из администраторов. Но вот это нагромождение все равно я считаю лишним. Ну, потому что у меня есть такое предвзятое отношение вот к этому вот блокпосту, он такой переходящий из проекта в проект. Я уже неоднократно говорил, что я в нем смысла никакого не вижу. Действительно не вижу, и мне приятно находиться на проектах, где сделано все в таком гражданском стиле. Хотя не могу сказать, что здесь какой-то милитаризированный стиль. Как видите, нет никаких вышек, колючей проволоки. Все достаточно красиво, красиво подсвечено, как я и говорил. Здесь вообще проект ночью выглядит совсем по-другому. Тут хочется ездить и смотреть, и любоваться этими красотами. Но по этому поводу, и не только у меня у одного есть такое же мнение. Я вообще в целом был приятно удивлен, когда услышал от игроков, что ни одному мне не нравятся вот эти вот стоящие на трассе блокпосты. Да и в общем-то бог с ними, погода этот блокпост на проекте в целом не делает. Заработав денег, возвращаемся к магазину грузового транспорта. Наверное, вы заметили, что нету банкомата. Вот опять та же самая ошибочка, по которой я говорил в предыдущем своем обзоре. Сейчас за кадром мне придется бежать, искать, где здесь ближайший банкомат, снимать наличку и бежать сюда обратно. Было бы гораздо интереснее и проще для игрока, если бы здесь стоял банкомат. Я на каждом обзоре, когда замечаю вот эту вот ошибку, всегда об этом говорю. Магазин стоит на удалении от ближайшего банкомата, и бегать приходится достаточно долго для того, чтобы снять налички. А оплаты по безналу на этом проекте нет. Ну, а транспорт, который вы сейчас видите, в общем-то не нуждается ни в каком представлении. Транспорт очень схожий с проектом Родос, на котором я хвалил транспорт, потому что он был очень взвешенный и аккуратный. Здесь примерно тот же самый комплект машин. Вот, кстати, моя любимая машинка. Я еще на Родосе в нее влюбился. Она очень многофункциональная. Опрокидывается кузов, включаются маячки. Есть аварийка, есть поворотники, дальний ближний свет. Ну, о, замечательная машинка. Но, к сожалению, на этом проекте и в настроечках ей сделали какое-то очень резиновое управление. Многие игроки на нее жаловались. Но, поговорив по этому поводу с администрацией, я услышал, что в ближайшее время их настроят. То есть грузовички на карте можно настроить. Дать им побольше характеристики, управляемости, скорости, ну и тому подобное. В общем, их настроят. По самим же машинкам вопросов никаких нет. Я хвалил, еще раз скажу, и на Родосе этот комплект машин. И мне он понравился и здесь. Единственное, что я бы хотел, наверное, отметить, что, как видите, машинки все представлены в белом цвете. А в белом цвете на них не видно никакого рельефа. То есть крылья, там, где выделяются бамперы, ну, в общем, все изгибы кузова в белом цвете не видны. И лучше бы, конечно, если бы разработчик поставил их в каком-нибудь темном, там, черном, или коричневом, или синим цвете. Потому что она вот выглядит, как какая-то недоделанная модель, когда в белом цвете. Не видно рельефа. Меняешь цвет, и тут же машинка начинает играть совсем в других красках. Машинки красивые, как видите, хорошие, многофункциональные. Цены, которые вы сейчас видите, это оригинальные цены. Это до VIP-а. Когда вы зайдете второй раз и получите VIP-ку, цены уменьшатся вдвое. Так что просто делите каждую стоимость автомобиля напополам. И столько она будет стоить у вас, когда вам придет VIP-ка четвертого уровня. Ну, а я, в общем-то, накатавшись на DHL-ке, заработал какую-то денежку. Ну, повторюсь, что сейчас за кадром мне придется бежать в ближайший банкомат. Ближайший банкомат это либо к Ковалу, мне надо сейчас шуровать, либо бежать обратно к DP-1, я видел там ближайший банкомат. А это все на приличном удалении. Я поэтому всегда говорю и не понимаю, почему разработчики не ставят здесь банкомат. Ну, а я же сбегав за деньгами и потом, перезайдя в игру, вернулся в этот магазин. И вот, как я и говорил, видите, цены упали в два раза. Потому что мне после перезахода пришла VIP-ка. А с VIP-кой все цены стали меньше. Ну, а я купил вот такого вот себе красавца. Он мне понравился еще на проекте Родос, поэтому я остановился на нем. Это машинка на 700 слотов. В общем-то, из-за чего ребята сочли меня мажором. Потому что они подумали, что мы начали-то фармить вместе, но ни у кого не хватает на такую машинку. А я купил. А дело-то в том, что просто я зашел раньше, чем остальные ребята, с которыми мы здесь играли, и успел побольше пофармить. Поэтому денежков у меня было больше. Остальные ребята купили машинки поскромнее, но скромность машины не является здесь ключевой, потому что экономика очень мягкая, и я не могу назвать ее сложной. Да, она нуждается в неком балансе, но в целом экономика мне тоже очень понравилась. Ну, а вот сейчас я проезжаю мимо гаража. На этом проекте гараж расположен там, где обычно ставится госпиталь. Но госпиталь здесь стоит на побережье моря, очень красиво, тихое местечко. А на его месте установили гараж. Тоже, мне кажется, очень хорошее и правильное решение. Вообще, мне кажется, чем больше нестандартных решений на типовом проекте, тем больше интереса это вызовет у игроков. Вот мы затронули тему стоящего на одном и том же месте на трассе полицейского департамента. Это вызывает вот такую реакцию у игроков. А все потому, что это стандарт, переходящий из проекта в проект и уже изрядно людям надоевший. А вот, например, на этом проекте есть точка добычи меди, которая перенесена в другое место, нестандартная, оформлена красивейшим образом. Мы чуть позже это увидим. И это у всех вызывает восторг, потому что это нестандарт. Ну, а пока мы не добрались до точки добычи нефти, я приехал на точку добычи песка. Ну, и здесь, к сожалению, ничего интересного мы не увидим. Хотя я очень надеялся, что эту точку тоже как-то доработают. Потому что вот эскаватор, например, или какой-нибудь бульдозер, ну, просто напрашивается сюда. Ну, а взять эти модели с той же карты Тонова, в общем-то, не вопрос. Просто, видимо, еще не добрались до сюда руки разработчикам. Ну, а процесс сбора ресурсов вы видите. Достаточно старенький мод со старыми мешками. И разброс между мешками, конечно, очень здоровый. Но мы вернемся к разбросу чуть позже, на точке добычи меди. А пока направляемся дальше по этой цепочке и едем перерабатывать песок в стекло. В общем-то, больше вообще, на самом деле, надо сказать, что кроме меди, добычи меди, здесь, в общем-то, все остальное достаточно стоковое. Только как разбросано немножко не в стандартных местах. И вот тут в этом месте опять бросается в глаза то, что нету кнопки переработать все. И знаете, вот опять на этом проекте я услышал, ну, поддержку в свой адрес, в того, что, ну, оказывается, огромное количество людей не устраивает. Это вот такая вот табличка, в которой нету переработать все, взять все, выбросить все. Ну, в общем, когда вас заставляют писать руками, это, оказывается, многим не нравится. Я действительно был удивлен. Я думал, это не нравится мне, я в своих обзорах на этом акцентирую внимание. А оказалось, что это не нравится огромному количеству людей. И на этом проекте я об этом узнал. И тут же, в защиту этого проекта и того, что здесь нету такой кнопки, я должен сказать, что когда я донес это до администрации этого проекта, буквально тут же мне сказали, что да-да, это известная проблема, мы знаем, что и этой кнопки здесь нету. И в ближайшее время она появится, если уже не появилась на момент выхода этого видео. Администрация очень отзывчива и очень быстро реагирует на замечания игроков. Это стоит дорогого, я вам скажу. Ну и в целом, беседуя с администрацией, я выяснил, что это всего лишь 20% того, что они запланировали. И очень быстро будут приходить новые и новые нововведения на этом проекте. Ну, а мы возвращаемся на точку добычи меди. И пока я не буду показывать, как она выглядит, я просто расскажу о том, как здесь добывается медь. В общем-то, все происходит так же стандартно, как и все остальные точки добычи, да, но здесь есть один бак. Я вам показывал только что песок, да, мешки разбросаны там на расстоянии метров 10 друг от друга. Здесь в какой-то момент на точке добычи меди происходит бак. Сначала вот эти комки появляются тоже на большом отдалении друг от друга, но в какой-то момент они начинают появляться в одном месте. Я добыл сейчас три раза, видите, а комок всего лишь один. И вот я беру сейчас раз, взял, видите, комок остается на месте. Беру второй раз, и сейчас у меня наполнится полностью мешок. Все. И третий комок, вот он лежит, но он уже не поместится у меня, лежит на том же самом месте. Это не специально сделано, потому что периодически, я добывал несколько раз медь, комки вот этой меди, они разбрасываются. Но в какой-то момент происходит этот бак, и он начинает появляться в одном и том же месте. Сколько бы вы наколотили, все происходит в одном и том же месте. И мне кажется, что вот такое вот решение, несмотря на то, что это бак, это не сделано специально, это бак. Но бак прикольный, и он упрощает жизнь. Вот надо было бы так сделать всю добычу на всех точках. Посмотрите, как это удобно. Я собираю в одном месте, не надо бегать собирать. Очень удобно. К сожалению, это бак. Это не предусмотрено разработчиками. Просто, наверное, из-за того, что здесь наведена вот эта вот красота, из-за нее и случается вот этот вот приятный, я бы сказал, бак. И если это посмотрят разработчики, не поправляйте его. Он упрощает жизнь игроку. Он действительно приятный. Если бывают вообще баги приятные. Вот такая вот точка добычи меди. Ну, а как она выглядит? А вот посмотрите. Сама точка вынесена вообще на очень неожиданное место. Я бы никогда не предположил, что сюда можно вынести и сделать в этом месте вот такую вот красоту. Действительно, вот над этой точкой автор потрудился, за что огромное ему спасибо. Но не хватает вот такой вот красоты на остальных точках добычи. Той же, например, я побывал на нефти, где нет ничего. Песок я вам уже показывал. А хочется видеть вот подобное на всем проекте. Вот, например, как сделана переработка меди. Вынесена вот в такое вот аккуратное, уютное местечко. Мы здесь вставали втроем и разговаривали. Это было очень интересно и так, знаете, атмосферно. Вообще на карте очень много изменений, связанных с дизайном карты. Вот, например, перед вами сейчас столица повстанцев. Она стоит, опять же таки, в нестандартном месте. Это город. Город София. Он выделен здесь под столицу повстанцев. Выделена территория, где у них есть своя база. Выглядит это все вот как вы сейчас видите. И таких изменений на карте много. Есть что посмотреть, что показать. Хотелось бы, чтобы автор не останавливался вот на этом и продолжал развивать и точки добычи, и переработки, и украшать их так, как выглядит точка добычи меди. Как выглядит вот эта вот повстанческая территория. У меня в планах было еще показать вам много чего. Проекты забилуют интересными, красивыми местами. Но, к сожалению, на все не хватит времени. Иначе ролик растянется на очень долгое время, а надо уже подводить какой-то итог. А итог у меня простой. Как я и говорил в самом начале, проект мне понравился. Он оказался очень теплым и гостеприимным. А это немаловажно для игрока, когда вы заходите на проект и чувствуете себя, ну, как дома. И этот проект вызывает вот такие вот теплые чувства. Сюда же входит и мягкая, приятная экономика. И приятный фпс, без просадок, без микрофризов. Очень много всего то, что доставляет игроку какое-то удовольствие. Если разработчик не будет останавливаться на том, что он уже достиг, а как мне сказали, это всего 20% из того, что запланировано, это будет замечательно. Если проект будет развиваться в сторону дизайна и красоты точек добычи, производства и тому подобное, в общем, развивать красоту городов не только Кавала, а и остальных. Мы видим, что на этом проекте есть Кавала, и есть переработанный город София. И в Атири тоже есть изменения. В Пиргас, к сожалению, я так и не добрался. Но вообще много чего хотелось здесь показать вам на этом проекте. Но, к сожалению, как я уже сказал, времени категорически не хватает. Поэтому будем закругляться. Вот такой вот у меня получился обзор этого проекта. Кому интересно, заходите, играйте. Проект действительно заслуживает того, чтобы зайти, хотя бы его потрогать, пощупать, посмотреть, что он из себя представляет. И как я вначале говорил, нет, это не тот проект, который выведет вас на какой-то другой уровень понимания, что такое ролеплей на базе Арма 3. Нет, он, можно сказать, стоковый, но не лишенный своего какого-то обаяния, своего изящества, какой-то своей индивидуальности. Он мягкий, он приятный. Говоря о людях, которых я здесь повстречал, это тоже заслуживает отдельного видео, потому что, может быть, мне повезло, а может быть, просто так совпалось. Но люди, с которыми я здесь повстречался, познакомился, тоже очень приятные в общении, и в целом приятный контингент на этом проекте. Не знаю, что будет здесь дальше. Какое будет развитие у этого проекта, какие люди сюда придут. Но на данный момент я получил, ну, можно сказать, огромное удовольствие. И если сложится так судьба, и мне удастся сюда еще вернуться, я вернусь, наверное, с удовольствием. Ну, а пока у меня все. Заходите, играйте, пробуйте, получайте удовольствие. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok